Почти 2,5 миллиона рублей. Это ровные дороги, карман для парковки машин и новые бордюры. Для жильцов дома номер 83 по проспекту Шахтеров ремонт во дворе настоящее счастье. О разбитом асфальте можно забыть как о страшном сне. Да и денег им пришлось потратить относительно немного. Реконструкция обошлась в 2 миллиона 300 тысяч. Лишь 15 процентов от этой суммы внесли сами жители. Остальное заплатила городская администрация. Впрочем, как рассказывает председатель домового совета Нина Руденко, не будь жильцы столь активными, двор по-прежнему оставался бы в плачевном состоянии. Люди устроили собрание, сделали нужные документы и обратились в администрацию. Власти пошли навстречу. Теперь, когда все трудности позади, жители думают, как украсить обновленные клумбы. Здесь другая клумба была, все было по-другому. Другое ограждение деревянное, старое такое, допотопное. А теперь они все это будут садить, делать. Розы обещали садить. Также дружно всем двором встречают гостей. Сегодня сюда приехали губернатор Роман Тулеев и мэр города Валерий Ермаков. Глава региона интересуется, когда ремонт будет закончен, в каком состоянии были дороги. Тем временем, самые маленькие жильцы обсуждают свои заботы. Никита с друзьями хотел рассказать гостям, что бы они хотели видеть во дворе, но засмущались. Дети мечтают о новой площадке. Чтобы были качели похожие, чтобы такие все резные были, как в Диснейленде хотелось бы, если бы пофантазировать. Чтобы можно на какие-нибудь состояли статуи динозавров каких-нибудь, может Микки Маусы какие-нибудь. В детских грезах так выглядит идеальная детская площадка. Хотя Никита и друзья говорят, они будут счастливы, если им установят такую же, как в соседнем дворе. В детстве о подобной площадке я, если честно, даже и не мечтала. Горки и качели здесь настолько яркие, что и взрослому сложно удержаться. И, кстати, упасть здесь совсем не страшно. Покрытие особое. О такой же современной площадке за детей просят взрослые. И тут же получают ответ. По просьбе давайте так сделаем. Здесь выделим, сделаем. Я тогда миллион. Раз уж встретились, подарок. Гости продолжают общаться с жильцами дома. И отмечают, здесь все хорошо, но в городе еще около тысячи дворов ждут ремонта. Согласно закону, заботы о благоустройстве должны полностью ложиться на плечи собственников. Представители власти обещают, будут помогать. Только нужно, чтобы жильцы домов начали проявлять инициативу. Наталья Токмагашева, Дмитрий Шилов. Новости моего города.